День веков хронограф Я Михаил Ремезов И я Светлана Рудская Программа День веков хронограф Поздравляет с днем рождения всех наших телезрителей Появившихся на свет в этот весенний день И желает вам счастья и здоровья Мы рады вам сообщить, что 27 апреля Родились многие известные люди прошлого и настоящего Среди которых Сулейман Великолепный Султан Османской империи При котором она достигла вершин своего могущества И американский изобретатель Сануэль Морзе Американский изобретатель электрической железной дороги Чарльз Ван Деппеле И австрийский физик Стефан Мейер Американский химик Создатель первого синтетического полимера нейлона Олес Хюм Корозес И российский скрипач-дирижер Игорь Ойстрах Киноактер Евгений Маргунов И французская киноактриса Анук Эме Детский доктор мира Леонид Рошаль И актриса Анна Каменкова Сегодня 27 апреля Вы смотрите программу День веков хронограф В этот день в истории человечества Произошло очень много интересных событий В 1509-м Папа Римский Юлиан II Отлучил от церкви Венецию И в 1521-м На Филиппинах Аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана В 1667-м году Английский поэт Джон Мильтон Продал за 10 фунтов права на лучшую В его творчестве поэму «Потерянный рай» И в 1682-м Русские бояре решили провозгласить царем Петра I В 1701-м В Москве основана школа Математических и навигационных наук И в 1746-м Шотландские католики Окончательно разбиты англичанами В битве на Каллоден-Мор В 1799-м Действуя вместе с австрийской армией Суворов разбил французскую армию Моро Прикассано И открыл себе путь на Милан И в 1814-м В Петербург в Казанский собор Привозят знамена, отбитые русскими войсками В сражении за Париж В 1825-м Английский социалист-утопист Роберт Оуэн Основал в Америке колонию Которую назвал Новой гармонией И в 1864-м В Петербурге Проходит первая отливка стали На Обуховском заводе В 1891-м Году наследник русского престола Великий князь Николай Александрович Будущий Николай II Прибыл с неофициальным визитом в Японию И в 1919-м Немецкими коммунистами Была предпринята Неудачная попытка Арестовать Гитлера В 1963-м В Москву впервые прибыл Лидер Кубинской революции Фидель Кастро И в 1978-м Совершен государственный переворот В Афганистане Сегодня 27 апреля Вы смотрите программу День веков хронограф А теперь мы вам расскажем О событиях, которые произошли В нашем государстве российском В былые времена В этот день В 1636-м году На высоком берегу реки Цны Был основан город Тамбов Тамбов возник Как укрепленный пункт На бывшем здесь диком поле Два ряда бревенчатых стен Сверху перекрывались помостом Который защищался С наружной стороны стенкой И крышей на дну Пространство между стенами Засыпалось землей К концу 18-го века Уже было образовано Тамбовское наместничество Которое стало называться Тамбовской губернией В состав губернии Входило 13 городов 27 апреля 1670-го года Был закончен смотр невест Для царя Алексея Михайловича Всего перед его отчами С декабря 1669-го года Прошли 70 девиц из Москвы И других русских городов Женой станет 36-я по счету Наталья Кирилловна Нарышкина Будущая мать Петра Великого Пять лет супружеской жизни Прошли удачно Любовь царя Красавица-жене Все усиливалось Особенно после рождения Петра И двоих других детей После смерти Алексея Михайловича В 1676 году Наступило тревожное время Русские бояре решили Провозгласить царем Петра I Сына Натальи Нарышкиной Отстранив его сводного брата Слабоумного Ивана Петр I был возведен на престол После смерти бездетного царя Федора Алексеевича В обход своего единокровного Старшего брата Ивана Однако их сестра Царевна Софья Алексеевна И родственники Первой жены царя Алексея Михайловича Милославские Использовали стрелецкое Московское восстание 1682 года Для дворцового переворота В мае 1682 года Старшим царем был объявлен Болезненный Иоанн V Алексеевич А Петр I Младшим царем при Регенше Софье С этого времени Петр с матерью Жили в основном в селах Преображенском и Измайлове Появляясь в Кремле Лишь для участия в официальных Церемониях А их отношения с Софьей Становились все более враждебными В августе 1689 года Когда до Петра I Дошел слух О подготовке Софьи Нового стрелецкого бунта Он бежал в Троице-Сергиев Монастырь Куда к нему Прибыли из Москвы Верные полки И часть двора Софья Почувствовав Что сила На стороне брата Предприняла Попытку примирения Но было поздно Она была Отстранена От власти И заточена В Новодевичий монастырь Продолжаем наш рассказ О деятельности Петра I 27 апреля 1701 года По его указу В Москве Основана школа Математических И навигацких наук Первое в России И второе в Европе Специализированное Техническое учебное заведение С базовой математической подготовкой Это учебное заведение Готовило специалистов Флота Судостроителей Геодезистов И других специалистов В 1715 году Навигаторские классы Школы Были переведены В Петербург После чего На их основе Была создана Морская академия Ученики школы Получали содержание От казны Большинство учеников Составляли дети Горожан В возрасте От 14 до 20 лет Учебный цикл Включал в себя Три ступени Арифметику Высшую математику И практическую навигацию Для дальнейшей Специализации Выпускников Отправляли Для практики В морском Деле на флот На геодезические И архитектурно-строительные Работы А через год 27 апреля 1702 года Петр I Издал указ О вывозе В Россию Специалистов Иностранцев В те времена Утечка мозгов Происходила С запада К нам А не наоборот Петр I Стремясь сделать Россию Более могущественной И всячески Расширить торговлю С иностранными Государствами Своим манифестом От 27 апреля 1702 года О вывозе Иностранцев В Россию С обещанием Им свободы Веры И исповедания Открыл Иностранцы Свободный доступ В Россию И гарантировал Им ряд прав И привилегий А мы переходим К временам Правления Императрицы Екатерины II 27 апреля 1771 года Произошло Восстание Ссыльных Камчатки Уже с 30-х годов 18 века Камчатку стали Использовать Как место ссылки После очередного Раздела Польши В Большерецком Остроге Оказался пленный Польский офицер Меньевский Он сумел Организовать Заговор Ссыльных К которому Присоединились Некоторые местные Жители Русские И Камчадалы В апреле 1771 года Заговорщики Захватили Острог Пристань И стоявшее Там морское Судно Голиот Святой Петр На нем Восставшие Всего 95 Человек Вышли В море Захватив С собой Запасы Оружия Провианта Воды А также Груз Пушнины Отплывая Они Оставили Во строге Объявление Политическую Декларацию Обвиняющую Российскую Власть В преступлениях Против народа Почти через два года Плавания вдоль Восточного побережья Азии Через Индийский Океан Вокруг Африки В 1773 году Камчадалы Добрались До берегов Франции Во Франции Соратники Разделились Часть По доброй воле И в здравом Рассудке Вернулась В Россию Тогда императрица Екатерина Взвесив В провинности Репатриантов Восстание Разграбление Острога Похищение Судна Морские Похождения Повелела вернуть Шалунов В исходное состояние То есть Отправить их На поселение В разные места Сибири И Камчатки Вот уж Действительно Умом Россию Не понять Как бы то ни было Но мятежные Камчадалы Беньевского Стали первыми Россиянами Добравшимися С Камчатки В Петербург Пройдя вокруг Азии И Африки Редактор субтитров